Далеко Быстро и незаметно пролетели долгие 11 лет школьной поры. И вот вчерашние ученики, а ныне совсем взрослые выпускники, стоят на пороге новой жизни. Еще чуть-чуть и они отправятся в самостоятельное плавание. Разъедутся по разным городам и будут осваивать разные специальности. Станут экономистами, педагогами, врачами. В общем, теми, кем им хочется быть. И в честь окончания школ во Дворце культуры юность состоялся традиционный праздник, который объединил в одном зале сразу всех выпускников саянских школ. День выпускника. В этот день зал был полон. Здесь были и сами выпускники, и их родители, и педагоги, ставшие за много лет родными настолько, что ребята теперь считают их своими близкими друзьями. Ну, педагоги у нас хорошие. Есть, конечно, иногда ссоры, но все равно стараемся разрешить их, чтобы все хорошо у нас было. Нравится. Конечно же, этих людей, а в особенности классных руководителей, невозможно было не отметить. За все их труды, переживания и волнения, за любовь к своим ученикам, педагогов пригласили на сцену, где им вручались дипломы. Диплом вручается Тамаре Ильинишне-Карапетян. Классному руководителю, самому классному классному. И самые классные-классные руководители с улыбкой принимали свои заслуженные награды. А главной наградой для них стало все-таки внимание со стороны своих воспитанников. Хочется отметить, что девушки, согласившиеся дать нам интервью, были единодушны в пожеланиях, высказанных в адрес своих педагогов. Ну, чтобы им, наверное, встретились ученики, может быть, даже получше нашего, чтобы все у них хорошо было, чтобы как-то, ну, не знали бед с такими учениками, плохими, которые им встречались за все эти 11 лет учебы. Я желаю педагогам удачи с другими учениками, чтобы им попались невредные, послушные и заботливые ученики. Терпение – это сил, упорство, потому что наш класс – это тихий ужас. Мы прям хулиганы такие были. И вот наша мамочка пострадала много от нас с нервами. Ну, желаем ей терпения, наверное. Больше. Все, больше ничего не желаю. Счастья. А вот юноши так волновались перед началом мероприятия, что беседовать с нами боялись. Видимо, морально готовились к выступлениям. Ведь часть развлекательной программы в день выпускника подготовили ребята самостоятельно. Выходя на сцену юности, они пели и танцевали. Такие выступления для ребят не в новинку. Школа научила их не только решать математические задачи и писать ЖШ с буквой И, но и выступать на сцене. Многие выпускники принимали участие в различных межшкольных конкурсах и спортивных состязаниях. Много-много интересных событий произошло за 11 лет веселой школьной жизни. Самое яркое воспоминание. Скорее всего, соревнования по волейболу. Это было для меня как бы важным этапом, что ли. Пройти его. Я его прошла. Всеми такими яркими моментами классом запомнилось то, что мы хоть не сильно дружны были, но все равно. Как большая, точнее маленькая семья, но как большая. А самое главное воспоминание? Самое главное воспоминание, это как я сюда пришла. Я училась не здесь, а перешла в пятом классе. И это очень большой отпечаток моей жизни, то, что след. Я это буду помнить, наверное, всегда, всю жизнь. И эта школа стала для меня родной. Много мероприятий вместе проводили. Самый поющий класс. Много везде участвовали. Спортивные мероприятия также. Мэр за каждое мероприятие как-то награждал лучших из лучших. Это было стимулом участвовать, где-то добиваться каких-либо достижений, быть первой. Конечно же, за активную школьную жизнь, за участие в массовых городских мероприятиях, за победы в Олимпиадах и за многое другое выпускники получили и заслуженные награды. Многие стали призерами и победителями различных номинаций, таких как «Интеллект», «Исследователь», «Патриот», «Творчество», «Спорт». Номинация «Спорт». Лучший выпускник 2016. Баскетболист Иван Большишапа. В рамках праздника объявили и имя лучшего выпускника 2016 года. Вернее, выпускницы. Гран-при завоевала Виктория Кирсанова. Диплом и подарки ей вручил мэр города Олег Боровский. Это ученица гимназии Григория Найскина, обладатель аттестатор особого образца, претендент на золотую бедаль, лауреат премии губернатора Иргутской области «Одаренным детям». Нескончаемые аплодисменты! Чтобы не было скучно гостям и героям праздника, такие торжественные моменты дня выпускника чередовались с творческими номерами. Большинство из них были посвящены беззаботной школьной жизни. Школа, школа, двери распахи. Школа, школа, уродни в мире. Школа, школа, учитель носки. И твоей любовью мы заперты. Иногда и сами ведущие, тоже, кстати, школьники, но пока еще не выпускники, были не прочь повеселиться. Они рассказали о том, как сейчас сдают ЕГЭ. Ориска уже стянули к школе. По крышам снайперы легли. Две сотни камеры на заборе. И в пять раз более внутри. Учителей по коридору. Шныряет целый батальон. Собаку же пригнали свору. Замилючивающих айфон. Идет сдавать шеренкой стройный. ЕГЭ. Одиннадцатый класс. Торопится отдел убойный. Но выпуск отведен лишь час. Кстати, в школе ребята не только получили знания в области различных наук. Кто-то здесь встретил свою первую любовь. Кто-то совершил первое открытие. Но самое главное, кто-то здесь встретил и настоящих друзей. Школьная дружба, как правило, сохраняется на долгие годы, если не навсегда. За эти 11 лет я научилась очень многому. Школа подарила мне знания. Школа подарила мне замечательных друзей. Друзей нашли. Научила нас быть взрослыми. Научила разговаривать. В каких-то экстренных ситуациях себя вести. Дала базис такой жизненный. День выпускника завершался на традиционной ноте. Сводный хор выпускников школы номер 4 исполнил песню «Пока мы молоды». А зрительный зал в это время светился от фонариков, зажженных на телефонах. Завершился красивый праздник общей фотосессии выпускников на крыльце Дворца культуры «Юность» и запуском воздушных шаров в небо. В 2016 году, как ученики, в последний раз переступили пороги родных школ 245 ребят. Теперь уже выпускников. Но юноши и девушки уверены, они еще не раз вернутся в родную школу. Я буду скучать по всем. По одноклассникам, конечно же, по школе, по учителям, которые дали нам знания. Ну и в заключении могу сказать то, что, конечно же, мы все придем еще раз в школу, чтобы также поблагодарить наших замечательных учителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!